Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы обсудим понятие фанатизм. Кто собственно фанатик? Какой основной критерий фанатизма? Это очень интересный вопрос, потому что у нас есть убеждение, это наличие убежденности, веры какой-то, фанатизм. Наверное нет, потому что фанатики тогда были бы среди ученых. У ученых есть убеждения, есть определенная вера, есть вера в определенные методы. Иначе мы должны были бы называть фанатиками всех ученых. Или есть, например, тогда фанатики среди представителей философских направлений. Ну, гигельянцы уверены в том, что существует геолектическая логика в реальности. Ну, получается тогда, что они тоже фанатики. Да, да, да. Когда мы определяем фанатизм по наличию убеждений и веры, ну, это как-то получается не очень правильно, на мой взгляд. Лично на мой взгляд это неправильно. По той причине, что тогда все люди фанатики. Тогда слово фанатизм не имеет какого-то особого значения. Какой главный, какой же главный, в общем-то, критерий, который нам позволит отыскать фанатика среди прочих? Я считаю, что фанатик это человек, который из-за своих убеждений может нанести вред другому человеку, у которого другие убеждения. Вот, вот для меня главный критерий фанатизма. Именно вред. Ну, например, вред может быть разный. Он может быть физический. Среди физического вреда мы можем выделить унижение, например. Что такое физическое унижение другого человека? Ну, например, родитель, сэнтист, лупит своего сына за то, что тот, кто не выучил правильный порядок планет. Ситуация обычная. Я с такой даже встречался в жизни. Ну, увидел, как люди, в общем-то, очень агрессивно настроенные против своих детей и очень любящие при этом науку, проявляли физическое насилие против, в общем-то, чата своих. Это даже очень нормально в России, к сожалению. Но вот такие люди фанатики определенные. Есть физические воздействия, которые калечат человека. Например, да, стремление покалечить человека, который исповедует другие взгляды. Это определенный фанатизм. Тем более, попытки убить человека, исповедующего другие взгляды, это вследствие определенного фанатизма, конечно же. Есть также определенный физический фанатизм, который связан с репрессиями. Ну, например, Сталин. Сталин отправляет инакомыслящих в логеря. Он фанатик? Он фанатик. Он безумен в данном случае. Это нехорошо, по крайней мере. Это определенно наносит вред людям с другим мировоззрением. И это просто плохо. И сам Сталин мог бы быть на месте вот этих самых людей. Его тоже могли бы репрессировать, если бы была другая власть. К околофизическому такому можно отнести и стремление посадить всех инакомыслящих. Уголовную ответственность им предписать. Каждый человек, который согласен, например, с законом оскорбления чувств верующих, ну, простите, это тоже фанатик. Ну, просто потому, что это нелепый закон. И много таких нелепых законов в разных странах есть, которые определенно защищают одних людей против других. Причем меньшинство унижает. Эти законы мешают меньшинству. И это плохо. Это определенно явление фанатичное. И человек, который исповедует любую религию, неважно, стремится навредить другим, в том числе поддерживаются такие уголовные преследования, он больной человек, он фанатик. Определенно фанатик. Есть также психологический фанатизм, когда человек пытается навредить вам психологически. То есть он, да, совершает всякие психологические атаки, так скажем, как профессор Ксавье, определенно. Ну, не совсем так, конечно, более утонченно. Не вторгается в вашу психику, но пытается ее нарушить. Пытается вам портить жизнь, определенно, своим плохим поведением. Он тоже отчасти фанатик, конечно же. Также фанатиками являются люди, которые могут повлиять на ваше финансовое состояние. Если вы при этом придержитесь других убеждений, оно у вас начинает уменьшаться из-за таких вот фанатиков. Ну, например, есть человек, верующий в Вуду. В религию Вуду африканскую. Какой-нибудь сиентист говорит, да он может быть инженером, вы что, он же верит в Вуду, он не верит в физику, он не верит в Эйнштейна. Вот это тоже репрессия определенного рода. Это тоже наносит речь человеку. Если вот этот человек, который верит в Вуду, при этом может выполнять свои инженерные обязанности, так скажем, а инженеры бывают, ну, простите, разные, и у них разные требования, разные требования к знаниям разных наук, то это просто прямое следствие фанатизма человека, который, в общем-то, ему запретил занять ту или иную должность. Также и существует эмоциональный такой фанатизм, когда человек пытается воздействовать на вашу эмоциональную сферу. Вы эмоционально давите вас. Ну, это очень похоже на психологическое, на самом деле, давление, но здесь такой эмоционально-этический аспект очень сильно выделяется. То есть человек давит на то, что вы аморальны, что вы плохи, что ваше воздрение, это просто воздрение, ну, каких-то ублюдков, например, ну, прилипин так постоянно делая, ну, потому что человек фанатик, он больной. И так со всеми фанатиками они видят свою этическую парадигму выше чужих этических парадигм, при том настолько выше, что они могут разбрасываться обвинениями, ругательствами в разные стороны и никак их, в общем-то, не доказывать. Поэтому этические споры, они превращаются из чего-то адекватного в какой-то просто ад, в какой-то хаос. Споры этических каким-то дурачком прилипинным абсолютно бессмысленны, потому что вы по определению, если вы не придерживаете его точки зрения, просто конченый ублюдок и злодей. Ага, всё. Вот в такой парадигме, как бы, ну, что уж тут поделаешь уже. Ну, человек, который так считает и который пытается испортить вам настроение, испортить ваш эмоциональный фон и обвинить вас в аморализме определённом, вот он тоже фанатик, скорее всего. Да, фанатиков очень много по данным определениям получается, но ещё больше их было бы, если бы мы определялись по убеждениям, да. Причём на основании тех критериев, которые я перечислил, можно выделять определённые ступени фанатизма. Если человек готов вас убить за ваше убеждение, ну, он конченый фанатик, честно, это человек абсолютно болен, совершенно болен и не приспособлен к жизни в обществе. Если человек готов вас покалечить за ваше убеждение, ну, он тоже крайне нездоров, это болезненное состояние. Это болезненное фанатичное состояние. Если он готов покалечить там своего ребёнка, причинить ему боль, из-за того, что ребёнок не исповедует его точку зрения, он тоже фанатик получается, тоже болезненное состояние у него. Всё остальное, всё, что остальное было перечислено, это, конечно, не такие болезненные состояния, более мягкие. Но тоже в них имеется вот этот фанатизм, вред, кстати, относительно научного сообщества. Вы знаете, есть такие группы людей, которые называют себя там борцы с лженаукой. Вот эти вот ребята, которые обзывают всех вокруг шарлатанами, кроме тех учёных, которые якобы признаны. Так вот, они как раз тоже фанатики по данному критерию. Ну, действительно, они фанатики, они просто вредят людям, некоторые из которых занимаются искренне, искренне занимаются позитивной для науки, в том числе деятельностью. Ну, просто они не признаны по какой-то причине. Да, есть в науке очипенцы. Их почему-то обзывать лжеучёными, ну, странно. Особенно, если просто, ну, не придёт, если с ними, как бы, не согласуется мнение других учёных. Ну, это, в общем-то, тоже проявление фанатизма. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok